Включила? Здравствуйте! Сегодня я прочту вам письмо Николая Степановича Гумилёва к Анне Ахматовой в конце ноября 1914 года. А там вы сами сделаете вывод для себя, что-то сгенерируете, что-то, поймёте, какой-то вывод, может быть, вам понравится. Ну, в общем, познакомимся с прошлым, которое было истинным. Дорогая моя Анечка, наконец смогу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете. Очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная. Недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворён судьбой. А впереди ещё такой блистательный день, как день вступления в Берлин. В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только «вольные», в кавычках, то есть не военные. Сообщения главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить обо всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины. Что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей. Наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше. Я сказал, что в победе сомневаются только «вольные». Не отсюда ли такое озлобление против немцев? Такие потоки клеветы на них в газетах и журналах. Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают. Но, во-первых, им не нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас. То же делаем и мы, поэтому упреки им косвенно падают и на нас. А это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим «гуд» и даем сахар детям. Они делают то же, приговаривая «корош». Войско уважает врага. Мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. Мы, наверное, скоро опять попадем в бой. И в самое интересное, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем. Убить меня не убьют, ты ведь знаешь, что поэты-пророки. А писать будет некогда. Теперь про свои дела. Я тебе послал несколько стихотворений, но их войне надо заменить строфы. Четвертую и пятую про дух следующими. Тружеников медленно идущих на полях омоченных крови. Подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови. Как у тех, что гнутся над сахою. Как у тех, что молят и скорбят. Их сердца горят пред тобою. Восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы. И так далее. Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом. Твой всегда Коля. А вас, дорогие мои зрители, благодарю за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Буду рада каждому.